Господин Мухин, скажите, пожалуйста, а как вам ваша форма сегодня? Лично моя? Нет, команда. Вы знаете, команда в отличной форме, но что-то вот не хватает нюансов, не знаю в чем дело. Надеюсь, что этого не повторится больше. То есть вы надеетесь 4 раунда оставшихся выиграть. Ростов-на-Дону. 4, господин Друзь, потому что 2 плюс 4 будет 6, и команда выиграет. Играет аспирант Михаил Заргана, город Ростов-на-Дону. Внимание, черный ящик. Господин Новиков, вы знаете, то, что находится сейчас в черном ящике, есть практически у каждого человека на Земле. Допустим. Для определения оптимального способа осуществления того, что человек делает с тем, что находится в черном ящике, австралийский математик Буркарт-Польстер применил методы комбинаторной математики, используя формулы, описывающие механику блоков и шкивов. В результате Польстер получил 400 миллионов способов и пришел к выводу, что оптимальным являются 2. Внимание, вопрос. Что же рассчитывал этот математик, и что в черном ящике? Вы поняли вопрос? Допустим. Галсты, 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 галсты. Да. Нет, даже шкивы. Ребята, а может быть ложку подносить, карту? А может быть зубы чистить? Нет, скотч, кивы, бурки. Что эти шкивы, ребята? Ну, галсты, это далеко. Есть почти у всех людей на Земле, ребята. А вот зубная щетка или хотя бы зубы-то есть. Да. А шкивы-то почему? Хорошо, а ложки теперь-то есть. Ложки нет, у тебя ложки нет, это не твое, такое дать, а значит, именно твоя. Понимаешь? Что-то можно различными способами, многие, то есть там и блоки, что-то дверевки или это самое, и колеса какие-то, да? Оптимальный способ, что делать с тем, что в черном ящике? Одеть от часа. У всех людей на Земле? Практически у каждого. Почти у всех людей на Земле. Нет, да еще что-то. Комбинаторика, кстати, зубов 32, с какого-то... Нет, то есть на зубах еще куда-нибудь привезти. А, а не шнурки на ботинках на ботинках? У каждого... Там не так много все-таки, там не так много. Больше, чем с галстуком. А, это что? Да нет, то есть у всех, честно. Олесь, а что шнурки, а что шнурки? Завязываю то же самое. Да нет, галстук, 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 не как-то слабо. Да сейчас завязываю шнурки на самом деле. То же самое. Кто отвечает? Может магистром возьмут? Господин Мухин, кто отвечает? Нет. Решайте быстро. Ну, давай. Ответь. Так, значит... Кто отвечает? Ответит Илья Новиков. Вы решаете, что все-таки отвечает Илья Новиков? И что отвечает? Тогда вы можете сами это сказать. Прошу вас, Илья. Так, хорошо. Думаем, что в черном ящике лежит зубная щетка. А описанные способы, это способы ею пользоваться. Способы движения при чистке зубов. А теперь, внимание, правильный ответ, господин Новиков. В нашем черном ящике находятся ботинки. А рассчитывал Буркальт-Польстер способы шнурования ботинок, как и хотел отвечать господин Новиков. Но вы, господин Мухин, по-моему, дело не в команде, а в вас. 4-2. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...